Я тоже отвечу вам на этот вопрос. Вот я узнала, что у меня будет сход граждан, и я приехала сюда, потому что закон 131-й говорит о том, что глава местного самоуправления принимает участие в таких форматах мероприятий. Митинг, который проходил на вашей территории 6 апреля, он проводился как политическое мероприятие под эгидой коммунистов России. Я ничего не... Как слушайте меня? Я ничего не понимаю, что коммунистов России. Вы пенсионеры, политические логии, интересные меры, что ли? Вы будьте немножко корректны. Это корректно. Политические вопросы не поднимались абсолютно на вид, чисто хозяйственные. Я еще раз вам повторяю, само понятие публичное мероприятие, оно четко рекламентировано за хором. Это политическое мероприятие. Данное политическое мероприятие проходило под эгидой коммунистов России. Я довожу до вашего сведения, что я, как должно быть, и все, а много от вас нету никакого. Равно относиться ко всем политическим партиям. Я нисколько ничего не имею против коммунистов России. Значит, они решили какие-то свои очки заработать на этом. Ну, я не буду комментировать это. Но, кстати, то, что касается даже вот самого формата проведения митинга, значит, я вам больше скажу. Та резолюция, которая была принята, я не буду комментировать первой позиции, но последнюю прокомментирую. Значит, вот те, кто народные предприятия, которые, значит, требуют, да, значит, работники предприятия, это даже изначально не соответствует закону. То есть закон говорит о том, что народные предприятия, акционерное общество может быть создано, преобразовано в народные предприятия только в том случае, если у работников данного предприятия на этот момент больше 49% акций. То есть у вас были эти акции когда-то до июня 2018 года, сейчас нет работников 49. Как можно было в резолюцию? Извините, такую резолюцию я не могла поддержать. Поэтому, когда вы, значит, пришли с детьми, которые, значит, с плакатами, что там вот детские сады закрываются, я тоже не могу такую поддержать. Да не закрываются детские сады. У вас детский сад, кроме Соколенка, есть остальные детские сады. Мы их содержим. У нас по, значит, этому году почти 9 миллионов рублей мы только из местного бюджета, значит, затратили на содержание детской сады из школы. Значит, мы не собираемся закрывать эти детские сады. И Соколенок мы возьмем, если потребуется. Они сами закроются. Чего платить? Конечно. А вот сейчас по безработице, говорят, только полгода стоят, да? Шесть месяцев. Сергей Васильевич Никитин здесь присутствует. Я попросила его, если вопрос в этом слайде, он вам ответит. Катерина Григорьевна, вы ведь нас не только в этом не поддерживаете. Вы тогда по конецы собирались. Вас тоже вы недовольны были собирать. По верху вы тоже недовольны были. И вообще... А почему вы взяли, что я недовольна? Вот почему я знаю об этом? Потому что вас предложили, вы тоже не приехали на эту... Если я не приехала, значит, у меня причина была. Я, кстати, и на входе не на стену певаю. Вот такие выражения, как вы, Соколенок. Но в очереди была на входе, потому что у меня нахладка была, значит, строевые... Понятно. Я никогда не была против больницы, и не могу быть против нее. Не могу быть против нее. Что вы делаете, чтобы не было этой больницы? А что вы делали, чтобы она была? Скажите, что вы конкретно, как руководитель, делали, чтобы у нас была нормальная больница? Чтобы люди не торопились, как только за нами город, куда-то вкладывать. А что вы, как руководитель, главный сделали? Вы мне конкретно скажите, что именно вы делаете? Я жду, когда будет амбулатория. Я жду, когда будет амбулатория, чтобы больные люди ходили туда. Я хочу, чтобы работала нормальная кочегарка, прачечная. Вы убрали стардом из того крыла. Там жили старики. Их обслуживали медики. Их обстирывали, их кормили. Вы уничтожили все. Сегодня агрофирма урожай. Контору выставляли за доти миллионов. Хотели под деца. Не получилось их взять. Сейчас закрыли столовую. Контора сгорела. Там сейчас свалка. Где агрофирма урожай? Она же не акционерная. Никакая она там. Почему вы не руководите? Почему не отправляете их на субботник? Там загашено все. Что вы делаете? Приезжайте к нам на субботник. Помогите. Где есть центр занятости безработной? Организуйте. Вы же главный руководитель. Ну что-то делайте. Вы знаете, кроме коллективного обмена, вы еще, Маринка, тоже думайте, кто что должен делать. То есть, в локом стройке тела. Я вам скажу, видите, что вы все стояли вокруг. Контора, в которой вы говорите, сгорела, нам предлагали в бюджете на сколько миллионов рублей. Допустим, у нас не было в бюджете 8 миллионов рублей, чтобы мы ее купили. Тем более, она нам не подходила для детского сада. Вы видели, какие там есть? Значит, какие там подъемы, какие там перекрытия. Она нам не подходила. Она отстребовалась. Поэтому, вы знаете, то, что касается дома престарелых, то дом престарелых забрали на краевой уровень. И закрыли дом престарелых, когда он был на краевом уровне, а не на местном.